Они знают об этих технологиях, но они затормазывают у внедрения. Да поначалу, я думаю, может быть, не стоит об этом говорить, чтобы тормоза нигде не поставишь. Сначала о партии поговорим, о конкретных проектах, которые я в список присылал уже, то есть эти казачьи информационные войска. А там уже под конец заговорим в эфире, о эфирных технологиях. Может эфир не упоминать? Я думаю, что это не последняя встреча. Можно действительно сейчас, чтобы не разжигать конфронтацию, наоборот, прийти к согласию. Как бы поговорить о инновационных технологиях, именно говорить о инновационной технологии, но специально именно на конкретную тему эфира не затрагивать. Это забалтывание темы, это забалтывание темы, ну и воровство времени моего. Тогда вы беседуйте без меня, будете про эфир говорить, позовите меня. Я сейчас включил камеру, как раз записываю, чтобы потом довыложить к беседе с Юрием Самонкиным. Мы только что снимали предыдущий сюжет. Народный социализм. Что строим мы? Мы строим народный социализм. На чём он базируется? На фундаментальных исследованиях в пограничных областях, уходящих вглубь материи до бесконечности. Познание этого позволяет совершить революционный рывок в развитии цивилизации и создать то самое новое небывалое. Вот о чём надо говорить. Ну, моя точка зрения. Ну, так о чём можно и об этом поговорить? Нет, тема хорошая. Конечно. Кстати говоря, ну не станем помогать, и хрен с ним. Да, конечно, нам какая разница? Нам нужна его точка зрения. Он же позиционируется как эксперт, как эксперт. Мы это фиксируем, мы выкладываем в сеть. Дальше реагирует только аудитория. Ну, тема-то щекотливая для них. То есть они сейчас, это ещё лет 10 назад могли бы послать такую, или там, отпедалиться. А сейчас не до этого, сейчас чутка их там ключ от всех. Не говоря уже о том, чтобы там просто слушать, ну, головой кивать, там, не знаю, вообще как бы это, ну, отговаривать от этого. Тут ещё вопрос, именно, будет стоять по поводу партии, о её регистрации. То есть там, чтобы изрегистрировать, нужно вносить в программу законодательства. Кстати, Денис, а тема вообще какая? Я вот список проектов посылал, будем их обсуждать по списку. То есть обсуждение проектов, так? Да. Повтори список, пожалуйста, прочти, у меня сейчас идёт запись. Чтобы понимать, то, вот, Григорий, разговор его. Это обеспечение профессиональной подготовки специалистов в заправлении гунизма и общественного волонтёрства. Потом туристическая социальная сеть. В целом, планируется организовать туристический кауч-базм специалистов по туризму, облачать их там на месте. Итак, продолжаем дальше. Кратко хочу сказать, ещё раз повторить, что в своё время левые создавали Коминтерн, и нам теперь необходим анти-Коминтерн, чтобы заново именно на новый выйти итог истории. То есть международная организация, с одной стороны, выступающая за традиционные ценности, нравственные ценности, с другой стороны, за научно-технический прогресс. Именно так позиционируем мы нашу партию. Почему именно партия, а не ассоциация? Потому что ассоциация – это, как сказать, более-менее неформальный такой. Он вроде бы формальный, но всё-таки, как бы сказать, это другой формат, чем то, что мы планируем. То есть мы планируем создать конкретную программу, по которой, как по плану, будут именно международные события происходить. То есть речь идёт о семантическом, психоисторическом управлении. И программа эта выложит доступ и задействует максимальное количество народа, чтобы это был действительно народный проект на местах, как сетевое самоуправление по местам. Поэтому нам именно близка идея казачьих обществ, например, их самоорганизации. Причём речь идёт не только, чтобы в России происходила самоорганизация и активировались эти сетевые связи, но чтобы это происходило по всему миру. И такая международная организация, куда будут ходить, прежде всего, НКОшники и создать инкубаторы для НКО в каждом городе, причём не только в России. Но Россию мы увидим в будущем как империю. То есть страна, которая параллельно помогает другим странам и организуется зонтичная структура. То есть мы переходим от однополярного мира к биполярному, как минимум. К биполярному самоубийству происходить, потому что мы опять вернёмся в 20 век. Во-первых, смотрите, что происходит с геополитической точки зрения. Не-не-не, со мной это не согласовано, дорогие друзья. Небо-политика, мы девятых, мы апостолы Петра Адольфовича. Народный социализм, ну что вы думаете? Тридинство, народный социализм, изобилие. Не хватало только научно-технического прогресса. Ещё раз, дорогие друзья, необходимо такое проникновение в обществе. По всей планете зарезонировало, чтобы к 2024 году по всей планете прошёл сквозной интернет-референдум, блокчейн. За внедрение прорывных технологий в мирных сцены. Иначе Россию бомбы атомные посыпятся, сказал Хазин. Я его спросил, что будет, если Россия внедрит автономную энергетику. Он говорит, я не буду отвечать на вопрос. Но я его прижал, я говорю, почему вы уходите от ответа? Он говорит, к России применят примитивное ядерное оружие. Всё, точка. И ушёл от комментариев. Поэтому... Здесь другая политическая концепция. Я к тому, что Евросоюз становится неоднородным. Смотрите, что сейчас происходит. Происходит энергетический элементарный кризис, когда Великобритания не может себе позволить после выхода из ЕС под названием Brexit элементарные рабочие силы для обслуживания их бензоколонок, например. Американцы дают сланцевый газ по двойной цене. Российская Федерация предлагает выгодные условия. Говорит, снимите санкции. В итоге сейчас идёт обсуждение по сервису потоку-2. Я к тому, что коллективный Запад, НАТО, Евросоюз, они неоднородные. Это уже не инструмент сдерживания России, например. Это, по сути дела, организация, которая разламывается. То есть, если мы переходим к биполярной модели поведения, то мы практически опять возвращаемся к той модели, когда есть коллективный Запад, когда есть мир атлантизма против нашего, того же самого русского мира. Нам нужно немножко думать наперёд и проводить мягкую силу, на мой взгляд, в отношении вчерашних американских союзников, но очень кратко. А для этого Россия должна стать привлекательной страной для того, чтобы к ней тянулись все. Вот с точки зрения евразийской концепции это, безусловно, можно реализовать в ближайшем перспективе. Я имел в виду под боболярным миром не повторение советского опыта, а именно о создании именно евразийского центра в России, и чтобы к нам притягивались другие государства. Я несколько выразился, использовав немного не тот термин. Вот вопрос в том, можно ли как-то наш манифест донести до министра иностранных дел, до Лаврова, и до президента вопрос? Можно я отвечу? Да, Ярослав там рвётся в бой, надо дать слово. Юрий, конечно, выступил как юрий неоднократно писал и продолжает писать, и сразу поздравления, предложения, выступает и наизировал. Очень хорошая тренировка, когда тянешь руку, тебе не дают выступить. И у тебя есть... В Ярославу вас плохо слышно. Помните. О чём ключом? Сейчас хорошо слышу? Нет, с помехами. Что-то с микрофоном, наверное. Нет, это просто качество связи. Когда ты идёшь по улице, качество связи скачет через интернет. На улице. Давайте, суть мысли самой идеи ясна. Что вы прокомментируете? То есть донести до высшего круга именно... Потому что это всё должно быть согласовано с МИДом, с СВР даже, потому что это, по сути, международная такая спецоперация, которая растянута на несколько пунктов, как программа. То есть с самого партии есть ещё музыкальные языки, это определённая, короче, программа, которую играют. И мы именно хотим создать такую многоступенчатую программу, как дорожную карту, по которой произойдёт евразийская интеграция и переход со парадигмой стабильности на парадигму прорыва научно-технического прогресса и научно-технической революции. Ну, смотри, я тебе отвечу на этот вопрос с двумя точками зрения. Ну, Ярослав, может, со мной не согласится, но вот когда мы проводили круглый стол 12 августа, ещё перед моей поездкой в Сочи, по поддержке молодёжных институтов, когда у нас выступала делегация из Вьетнама, из Ирана, из Индии, то есть, ну, у нас как бы был живой формат круглого стола и плюс вот это веб-подключение тоже через Zoom, и мы добились того, что сотрудники МИДа, в частности, мои письма в первый департамент стран СНГ и евразийской экономической интеграции, они не прошли незамеченными, то есть, к нам приехали представители МИДа, и что самое интересное, к нам приехал спикер даже из президентской платформы, она страна возможностей, то есть, заместитель генерального директора. Это я к чему говорю? Это к тому говорю, что вот те резолюции и те предложения, которые составляются, они действительно, их действительно изучают. Только если администрация президента смотрит это на как просто технический материал и просто пишут элементарную отписку, что это прилагается, то работники МИДа, они немножко по-другому смотрят на этот формат, они действительно отмечают, они действительно налаживают связь. То есть, мы по своему опыту написания резолюции по молодежи приглашения на мероприятие действительно пробили МИД, просто чисто с Кандыка, и у нас это получилось, это вот первый момент. И второй момент, касательно империи, я могу сказать, что у нас есть огромная проблема в евразийском экономическом проекте, я об этом пишу и говорю везде, у нас существует определенного рота элита в Москве, федеральная элита в Москве, которая представляет партию власти, которая представляет власть, по сути дела. У нас сейчас идет замена несистемной оппозиции на системную адекватную оппозицию, которая будет предлагать, критиковать, но предлагает свои проекты, это очень правильно. Но у нас есть элиты в Казахстане, в Беларуси, в Киргизии, Армении. У нас возникает один, друзья, единственная проблема, о которой я вот все время говорю, в том, что после 90-х годов сформировались в этих странах свои какая-то парадигмы элитарного мышления. То есть ни один президент и ни одно правительство, ни тот же самый Назарбаев, Атамбаев, ни Лукашенко, ни тот же самый Пашинян, они свой суверенитет в руки обратно Москвы отдавать не хотят. И в этом вся проблема. Поэтому наша евразийская экономическая интеграция, она пока не затрагивает суверенитеты стран, она берет опыт Европейского Союза, потому что при выстраивании единых конфедераций вот эти вот личности, которые я перечисла, они не пойдут назад в зону Москвы, потому что для них это будет возрождение Советского Союза 2.0. И даже это противоречит самому менталитету гражданского общества. Потому что само гражданское общество хочет жить в едином государстве, которое распалось в случае вот этого военного незаконного переворота, незаконного распада Советского Союза. Все хотят возвращения Советского Союза, кто-то хочет жить в границах 1945 года, например. Но вот есть проблемы с тем же самым Лукашенко, который ставит на железо занавес то же самое, Казахстаном, то же самое Армении, Кирбизе, но не хотят, они отдавать свой суверенитет в руки обратно Москве. Вот в этом и заключается вопрос построения империи, на самом деле. Это вот реальный факт. Я общался с МИДом этих стран, и они мне четко об этом говорили открыто, на самом деле. Вопрос в том, чтобы создать именно империю нового типа, когда на самом деле идет, то есть каждая страна сохраняет свой суверенитет, но они включаются в единую систему. Вот, когда мы говорим о союзном государстве, которое, в принципе, работает на российско-белорусских отношениях, только его надо брать на все евразийское пространство. Я с этой концепцией, кстати, согласен. И вот то, что вы сказали, надо, конечно, это отразить в резолюции. Это очень интересно было бы. Решите слово, мол, дорогие друзья. Меня слышно? Да, мы слушаем. Я вернулся в зону связи. То, что мы здесь обсуждаем, мы обсуждаем определенный иерархический уровень проблематики, ибо социальное устройство, государство, это следствие научно-технического прогресса общества. речь о том, что существует глобальная волна с 2007 года, вещающая и продвигающая ежедневно в своем участии. Мы сегодня и здесь. Что у нас есть уникальная возможность цивилизационного рывка. Но это возможно только, если произойдет самосинхронизация. Именно самосинхронизация. «Как донести?» Ты спрашиваешь, можно ли донести предложение президенту? Я говорю, можно, элементарно. Элементарно. Знаешь как? Ирина Мухина, Ирина Константиновна Мухина и Наталья Борисовна Ковалева Браню Кайтине и еще с группой лиц женщин-ученых пишут коллективное письмообращение супруги председателя Коммунистической партии Китая. Супруга руководителя возглавляет женское начало Китая. Соответственно, если эта новость выходит в Пекине, в Китае, что супруга обратила внимание на проект 500 женщин, то это будет знать Владимир Владимирович. То есть такой обходной манер предлагаете? Нет пророка в своем отечестве. Я хороший, ну, я думаю, что я хороший ученик, хотя кто-то считает, что я плохой ученик Девятого, но не в этом суть. Девятов говорит, что нет пророка в своем отечестве. Вот, соответственно, если полутора миллиардной аудитории качнется в сторону 500 женщин глобальной волны и эфира, то это будет сигнал и знак. И, конечно же, это будет на столе у первого лица. Я даже перестал, кстати, говоря о послании Путина, которое я написал еще в феврале, потом, когда Владимир Владимирович выступал 22 апреля 2021 года, на самом деле он выступал именно в той парадигме, которую я писал в своем послании. То есть я уверен, что там надо шло. Юрий, как тебе предложение? Скажи, пожалуйста. Вот как эксперт. Твоё предложение, оно имеет более глобальное, мы просто работаем с молодежью, у нас немножко другая позиция. Мы идем от молодежной политики в ГУЗы для того, чтобы готовить новых управленцев, которые бы были проводниками нашей идеи и формировали как раз вот это вот огромное большое пространство от Лиссабона. Управленцы не нужны будут. Ты понимаешь, в этом, через несколько лет система автоматизации приведет к тому, что не нужны будут управленцы. А цифровые технологии работают, а нужны специалисты, кто будет этими цифровыми технологиями расселить мегаполисы. Итак, ключевой момент. Значит, о чём говорит глобальная волна? О чём суть? Что получит потребитель? Потребитель получает одномоментную ликвидацию всей кредитной задолженности, обнуление тарифов, налогов и так далее. То есть настолько великий доход. А что в техническом плане? В техническом плане это летающие автомобили или летающие автобусы, летающие города. Учёные говорят, нет предела совершенства. То есть фантазировать можно сколько угодно. Но создать это можно, если мы объединимся, создавая не вооружение в первую очередь, как инструмент уничтожения друг друга, а именно как технологии созидания. И в этом глубочайший парадокс, что сегодня, сегодняшний день, это 100% парадигма дикого бандитского капитализма, как его могли бы сформулировать философы. А мы же, и о чём говорит Андрей Петрович Девятов, что пророки говорят, что должно прийти время правды, царь правды должен прийти на определённый период, в России воссияет нечто, нечто высияет. Вот эфирные технологии, это та фантастика, которая, то есть, ты сидишь в бетонной квартире, у тебя задолженности по электричеству, там, по кредитам, ещё что-то, нету работы, ты на нервах, жена орёт, ну, по-разному, это миллионы же ситуаций, десятки миллионов. И что делать? Даже если у тебя есть дачный домик, зимой ты там замёрзнешь, дрова надо покупать. Это всё решается, если у вас есть источник энергии, автономный источник энергии на физических принципах, которые были понятны сто лет тому назад Николе Тесле. И теми, кто создавали это электричество и мыслили эфирной парадигмой. И то, что произошло влияние Эйнштейна на сдерживание технологий, как раз до момента, пока у человечества появились средства цифровизации. То есть, цифровизация, это что? Раньше людям надо было писать письма, курьер едет, передаёт, лично мы едем, встречаемся, а сейчас мы тыкаем кнопочку, и в разных концах планеты мы общаемся. Мне видится, что в этом и есть галактический эксперимент. У нас есть условия всем собраться и сказать, парни, мы хотим друг друга убивать или мы хотим, ну, созидание. Давайте проголосуем. И на блокчейне раз разобрались так быстро и поняли, кто мы есть, кто. Но чтобы разобраться, откуда вот эта война идёт, ради чего? Вам нужна вода, вот вам, пожалуйста, источники энергии, и следующий ход вы получаете воду. В любой точке мира, будь вы на велосипеде или у вас огромная теплица, у вас всегда будет электричество и вода. Всё. Это предпосылки для рая. Это идеальная среда, в которой, ну, ещё технологии синтеза, которые позволяют синтезировать элементы. ты можешь поддерживать ту производственную цепочку, которая есть, модернизировав блок входящего сырья и энергетику. Это цивилизационный переворот. И когда ты говоришь про работу с молодёжью, то в условиях сегодняшней цифровизации, когда люди замкнуты в пространстве, но у них есть компьютерные средства, это как раз то самое время для создания компьютерной мультимедийной аудио иной презентации сплошного потока, которые транслируют в мега интернет-сеть контент нового формата, новым небывалым, что может стать возможным в случае, если мы проведём этот планетарный референдум. И тут выборы в России, и мы попадаем в законодательный коллапс. Юр, знаешь, почему? Потому что согласно законодательство запрещено влияние внешней среды на политические процессы внутри России, правильно? С одной стороны, да, но с другой стороны, политический цикл показал, что власть сейчас делает очень грамотную рокировку. Она, с одной стороны, убирает внешнее вмешательство агрессивной вот этой вот западной атлантической идеологии, которая идёт через ФБК, Навального и прочих вот этих вот радикалов, а в сторону формирования созидательной оппозиции. Вот именно проход партии «Новые люди», я вот увидел, что именно созидательная оппозиция, предприниматели, которые, в принципе нравятся, повестка президента, которые хотят что-то внести, это как раз задел будущее на создание этой, кстати, оппозиции на самом деле. Ну, это проект Кириенко, это либералы, либералы себе команду преданных формируют, продвигают. Это всё понятно, это политические игры, политические игры. Я о другом, что невозможно, чтобы граждане одной страны какой-то или граждане других стран вдруг начали агитировать за ту или иную какую-то партию внутри России. Это считается нонсенсом как бы сегодня, да, правильно? Да, это должно заниматься Россотрудничеством, но оно этим не занимается. А предлагается, а что предлагается в драматургии 500 женщин, что предлагается, что, и почему выбран образ женщины? Потому что когда нужно рассказать женщине о женщине, это можно выразить в художественном, драматургическом, кинематографическом виде, не рассказывая словами т-т-т-т-т-т-т-т-т-т, переходя на язык чувств и эмоций. Как говорит Девятов, я вот почти вот бывает слово в слово у него. И что произойдет? Что малое количество жителей России, 140 миллионов человек, могут повлиять на судьбы 7 миллиардов. И 7 миллиардов человек, узнав о том, что происходит, на кону эфирной технологии, которая позволяет каждому создать летающий дом, да ладно. И что произойдет? Что миллионы и миллиарды заходов с зарубежных серверов на сайт той или иной на российский сайт 500 женщин, президентская программа, и как это будет оцениваться? Это влияние международного общественного политического процесса внутри Российской Федерации или нет? И не попадаю ли я по статье экстремизма, создавая эти предпосылки для таких процессов? Выступи как эксперт. Нет, тебя легко установить, вычислить. Если просмотреть последний контент глобальной волны, например, и наши с тобой эфиры, они не подпадают под экстремизм, потому что здесь идет чистая дискуссия о будущем образе развития России, цивилизации, понимаешь? Поэтому в данной ситуации наоборот ты подпадаешь под эту новую систему оппозиции, которая может быть работать конструктивно. Тут нужна важность энергии всех друг с другом, для того, чтобы предложения доходили до первого лица. вот в чем вопрос. А для этого следующий элемент, что как попасть к Владимира Владимировичу? Я вам предложил один ход, это через Синьцзипини зайти, но китайцы, просто есть люди, которые заходят, знакомятся со мной, такие говорят, ну вот в полиции там, меня же в полицию задержали на днях, Юр, вот, ну и когда там пошел внутренний разговор, кто, чего, о, в интернете там, сколько под канал, и сразу где подписаться, да, где посмотреть, да. Нет, нет, он зашел туда, он говорит, ну извините, подписываться не буду, ну типа не положено, поскольку сотрудник, а потом у него в мозгу прошел некий алгоритм, он говорит, нет, подпишусь, потому что потеряется. И подписался. Вот, и соответственно речь вот это на на самосинхронизации, когда будет создана платформа, на которой будет проявлены миллионы и миллионы обращений. Век цифровизации импульсами для аналитиков и для того, чтобы положить на стол первому лицу, это то, какое количество инфоповодов возникает на этот запрос. Если это актуально в это время, в это сейчас, это определяет целевую аудиторию то или иное настроение. Президенту надо выступить на ту или иную тему, он просматривает дайджест, сможет увидеть эту строку и в ходе импровизации может это использовать либо не использовать как варианты. Но для этого необходимо предъявить и доказать, что вас поддерживают миллионы и то, что вот ты представляешь свой проект сейчас там Юрию, я представляю свой, Максим озвучит сейчас свой и все это становится публичным. Идеально, чтобы транслировалось в прямой эфир, мы сейчас как бы репетируем, чтобы транслировалось в прямой эфир, чтобы были комментарии, мы могли бы работать с аудиторией, отвечать на вопросы, предложения, комментарии, ну в общем, реагировать на чат, тем самым создавая положительную обратную связь, продолжать это в чатах, на форумах. И есть Олег Вяткин, обращаю внимание, рекомендую с ним связаться. У него есть алгоритм создания и описания технологической карты оформления проекта. И у них есть ядро, мат-аппарат, то, что милости просим. Это как вот наш вклад глобальной волны в общее дело. Наши активы. Он сейчас работает на предложениям для небополитики и потренируется на нескольких проектах, покажет, как это работает, чтобы было наглядно. И по мере нарастания общественной значимости это попадет на стол первому лицу. Вот так, дорогие друзья. А женщины формируются как раз для того, чтобы они говорят, мужики, вас столько много и у вас столько разных программ, предъявите одного, который все это склеит, но нам вот нужно вот это идеальное будущее с этими летающими тарелками и с летающими браслетами, чтобы мы не переживали за наших детишек, если вдруг они сорвались вот с той крыши. Вот у нас живет Кушлев, может быть он бредит, может быть он бредит, но для того, чтобы проверить его бред или не бред, а он получал все-таки медаль в ДНХ на каком-то конкурсе работает его соратника признан. и есть оборудование простая очень непростая очень некого решать, есть оборудование на которое можно провести ряд экспериментов, если Кушлев конечно согласится, и возможно вот оно на расстоянии вытянутой руки и летающие браслеты, автономная энергетика, все, но чтобы президент принял такое решение, он не может перевернуть один всю мировую элиту, которая мыслит в парадигме Эйнштейна, выстроенная фармацевтика, энергетика, это все бизнесы по убийству людей. Не может он так сказать, он может только так сказать, если вдруг в обществе создастся новая небывалая необязательная глобальная волна, концентрация многомиллиардная аудитория вокруг неба политики, это одна из наших задач, это наша общая победа. Поэтому это уникальнейший проект, не имеющий аналога в мире, вообще не имеющий аналога в мире. И после этого эфира будет зависеть от того, начнет Юрий быть активным сторонником, заразили ли мы его энергией, осознает ли он, сейчас анализирует то, что я произношу, факты считает, так, 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 да, есть шансы, что в условиях интернетизации есть возможность вот рассказать всей планете вот об этом факте. Малыми средствами, на артельных принципах, как завещал товарищ Сталин, привет Китаю, привет нашим китайским товарищам, вот. Поэтому это новая научная просто можно говорить эфир, энергетика, а вот еще воду, а вот еще можно вот это, а вот это и перечислять бесконечно. Это новая научная парадигма, но она означает одномоментно, что новое мировоззрение не варварство, а противоположность. И вот глубочайшая, сложнейшая задача, как в условиях современного мира, о которых Юрий ежедневно повествует, рассказывает на множестве площадок, а там внутри и религиозные мотивы, и национальные, и множество. И вот эксперимент, что нас здесь специально создали и как неких биообъектов наделили функциями, которым мы постоянно будем друг на друга нападать, находить повод. Но проявим ли мы интеллект, что среди нас есть современники, которые предлагают друзья, если вы за энергию боретесь, ну вот мы думаем, что вот, наверное, если вот эфир, ну вот так, вот так, вот можно сделать. И все, и вы в домах живете, из электричества не платите. Но для подавляющего большинства людей скажут, а разве так можно? Да ладно? Так просто? И вот есть эти современники. И ты посмотри, ни одна телекомпания и так далее, ни один бизнесмен не идет в эту тему. А почему, Юра, почему отвечают? Потому что там наверху хозяин не велит, там занимаются нефтярой и газом. Форбс об этом пишет. И тут переход на иное. И это возможно только если созреет среда. А среда может созреть только если появляются апостолы. Вот я считаю апостол глобальной волны, апостол не политики. Апостол продвижения технологии в развитии интеллекта и творческих способностей, о чем говорит Ирина Мухина. Не готов сейчас цитату привести, только вчера отснял. Она хорошо, красиво говорит. То есть только от нашей активности. То есть нужно проявить волю и дух. Ничего больше не надо. Все, гаджеты у нас есть, кнопки нажимать научились, разговаривать с ними научились. Следующий ход научиться делать это в прямых трансляциях. Ну, благо есть параллельно разработав боты, чтобы создавалось это в Инстаграме, в ТикТоке, чтобы максимальная вот эта вот роботизация, которая нам пугает, она послужила нам для распространения информации. Параллельно это подключение возможностей перевода на другие каналы, ну, по функциям. Но это уже нужны люди-программисты, которые будут дополнять. Это огромный ресурс работы. И вот это вот как раз задумка, что вот реализуется на принципах артельского взаимодействия, где люди вкладывают свои своих компетенций, люди умеют читать тексты, сделать визуализации, презентации. Поэтому, Юрий, очередной раз призываем тебя проникнуться идеями создания, даже если это невозможно создать, ну, технологически, там специалисты просто девятый о чем говорит, что вот тот проект, который ты представляешь, это так или иначе связано с некими спецслужбами, которые преследуют, ну, и он в публичной переписке об этом говорил, что состояние удерживающих не ведет к победе. Только атака, только бой приведет к победе. Иное находиться в траншеях это позиция обороняющегося, позиция обороняющегося никогда типа не приводила к победе. Слова девятого. Вот, поэтому создавать инфоповоды. Вот, как одна из фантазий, вот эта вот улица, которая идет к резиденции Путина. То есть, как создаются инфоповоды? Как мне достучаться до полутора миллиардов индусов, например, да? Можно ли сделать такой сюжет, чтобы он попал, его просмотрело там полтора миллиардов индусов? Как это сделать, дорогие друзья? Если нету ограничений по фантазии ресурсам и административному ресурсу, то это элементарно. Почему? И как это сделать в реальных, где я стою, как это сделать? Можешь ли снять такой сюжет? Я говорю, запросто. Если вот, ну, в общем, я рассказываю, а вы думайте. Там резиденция Владимира Владимировича Путина, там малый храм, его личный, персональный. По другой стороне дороги, станции Усово, там находится большой храм, монастырь. И там проходят собрания всех конфессий мира и дистанционные, и личные. И заперлись они туда, и пока они не решат, не пойдут. А рядом разбился табор большой. И там музыканты, и артисты, и художники, в общем, все люди творческих направлений. И вы знаете, там даже индийский слон, покрытый розово-зеленой попоной, ну, такие перемещающиеся краски, с некой символикой. И вдруг внутри этого монастыря решили, пошел дым, как по древним традициям, по интернету всем рассказали, и колонна двинулась в сторону резиденции Владимира Владимировича, там с наступения храма выходит Владимир Владимирович, присоединяется к конфессии, из лаборатории Усова вносит и анафон, на котором звучит в электронном виде на дуге то, что поют музыканты и люди, которые сопровождают процессию, и вместе они спускаются мимо аэродрома к Москварике на причал и опускают лодочки с анафонами на воду и по воде на ритмодинамическом принципе Иванова и лодочки уплывают по Москварике. Ну и конечно показываем индийского слона В детали не буду уходить на этом я заканчиваю потому что нужно дать время выступить другим участникам или перезапуститься но это пример как это пример что то, что я рассказал как она становится реализацией тогда, когда это будет написано на бумаге отредактировано расписано собрано предложение оформлено разосланное в посольство Индии в администрацию президента в ФСО потому что это особая режимная зона ну и так далее и вот возможно ли это сделать Юрий Самонтин скажи пожалуйста как представитель приближенных органов госвласти возможно ли это сделать без официального создания какого-то юрлица просто вот объединение людей которые говорят интересный флешмоб предложил Ярослав мне кажется возможно да мне кажется все возможно просто надо грамоту коммуникацию навести ничего сложного нету вот давай Денис тебе слово или Максим сделайте вашу презентацию сколько минут еще давайте переботкутимся и Максим сделает презентацию своего проекта давайте чтобы отдельный у него был ролик Юра ты сможешь уделить время еще ну у меня еще есть минут 10-15 где-то давайте давай давай чтобы Максим сказал ага спасибо и начнем да Юрий все нормально в предыдущих сюжетах тебя устраивает можно выкладывать без искажений на канал почему нет я просто я высказал свою позицию ты высказал свою позицию все все спасибо это надо было просто согласовать конечно не не если единственная просьба это после потом просто ссылку скиньте чтобы я к себе тоже в фейсбуке выложим и тебя укажу с удовольствием Максим готов да готов давайте я выключаю микрофон проект это туристический портал такой большой сервис и начинается он с такой как бы с ядра вот я сейчас расскажу что есть в ядре а потом расскажу в каком направлении он будет развиваться в общем ядро представляет собой скажем такой каталог курортов каталог по каждому курорту все достопримечательности туры экскурсии и все прочее это скажем места силы какие-то древние памятники такое но и различные скажем так организации по проведению досуг то есть это может быть туры экскурсии там картинги и все прочее как бы такой скажем стандартный такой каталог и вся суть будет заключаться в том что ролики будут размещаться то есть делать видеоролики типа скажем тиктока в стиле инстаграма инстаграм тикток чтобы пользователя не грузить тикток то есть как бы такой стандартная такая основа вот потом на этом сервисе планируется в ближайшее время подтянуть блогеров потому что у блогеров есть такие тоже проблемы с монетизацией и совсем прочим контентом и будет система скажем такая типа кэшбэка скажем которая будет возвращаться пользователю то есть пользователи и отельеры те кто сдает жилье или вообще в этом бизнесе туристическом у них будет скажем кэшбэк но у всех немного разных то есть у туристов кэшбэк по услугам на курорте то есть они там копят баллы покупают у них либо скидки то есть либо ну такие скажем кэшбэк условно называют скорее всего будет такая скидочная система вот это основа и дальнейшее направление вот таких скажем в таком глобальном позитивном таком скажем национальном как бы русле вот это скажем течение оно будет заключаться в том чтобы сделать что-то подобное сервис лука учерфер то есть чтобы каким-то образом активный человек мог путешествовать вообще уходит до того что бесплатно то есть чем больше у него контента то есть если у него там вообще контент выводите подписчики то есть немного подписчиков то он еще из этого зарабатывает ну это один из таких позитивных как бы скажем как назвать ну таких течений которые упростят жизнь наших сограждан ну ну другой момент будет база работников которые в летний сезон допустим студенты какие-то смогут поехать в курортную зону и зарабатывать потому что в курортной зоне проблема вообще с кадрами потому что своего населения не хватает и многие не хотят работать студент в среднем допустим официанты зарабатывают 3-4 тысячи в день допустим то есть в принципе студентка или студент может приехать и это поработать и на весь год денег скромненько жить то на весь год денег хватит даже на одежду это одно из таких как бы основная такая как бы в ближайших планах то что будет запущено ну и там некоторые конечно вещи не хочу рассказывать скажем фишечки какие-то ну в общем вот так по-другому еще как ну это надо еще как-то писать так чтобы такую то есть та концепция которая скажем победит да так все рука это победит то есть которую возьмут за основу государство собственно о чем мы и говорим может быть это иного волна будет и мы как-то это все адаптируем скажем так победившую концепцию Юрий прошу вас прокомментируйте данный проект и скажите есть ли у вас как-то организовать финансирование такого проекта получить господдержку а вот еще один момент хотелось бы сказать что вся ступь этого сервиса это не просто каталог это именно такая студия видеоконтента которая делает прям снимает такие скажем ролики но они такие недлинные скажем минутный двухминутный ролик про какой-то скажем курорт чтобы не грузить этими часами просмотра этого скажем фильм бедичи скажем это все коротко чтобы человек мог просто оценить и еще суть заключается в том чтобы с этой бигдатой условно назвать этих курортов работать то есть выделять систематизировать выдавать пользователю именно то что ему надо хочет он допустим по спорту где-то покататься хочет где-то по домам отдыха у каждого дома отдыха есть четкая картина то есть не так что многие едут туристы наобум по интернету выбрали букинг а кроме букинга еще который дал эту гостиницу и кроме гостиницы еще много факторов например море далеко или там вид некрасивый или вообще ему этот курорт не подходит он бы допустим хотел бы на Байкал съездить но так скажем Афтайский край не так сильно развит туризм нескольких сервисов скажем которые бы рекламировали то приходится ему ехать условно говоря в Анапу Юлий просьба прокомментируйте насколько сейчас реально получить финансирование под такой проект тем более что президент выступал много говорил о туризме 22 апреля и вопрос в том как получить финансирование на подобный проект оно как сказать в принципе не такая уж большая сумма на самом деле требуется то есть мы сейчас ведем разработку этого сайта но вопрос как финансировать чтобы завершить этот проект ну это надо во-первых составить пошаговый бизнес план хотя бы элементарно табличку ГАНТ изобразить то есть какие сроки какие нужны средства подо что нужны средства и так далее как например в наших образовательных проектах бизнес всегда указываем по табличке какие должны быть затраты у инвестора и какой соответственно будет от этого выхлоп это составляется элементарно там в интернете очень много типичных документов которые в принципе позволяют это все составить но если это вдруг просят предоставлять официальные письменные как говорится это есть такие грант-операторы у нас да в принципе и фонд президентских грантов все это легко изучить в этом ничего сложного нет вопрос просто если это брать с точки зрения например коммерции например там предлагает физическое лицо или индивидуальные предприниматели не имеющие статус НКО например то это конечно же можно сделать через то же самое например опору России общественную организацию которая занимается поддержкой малого и среднего бизнеса например да там для какого-либо стартапа реализации то есть в принципе механизм здесь есть нужно просто определить целевую аудиторию инвесторов которые это будут интересны организации и конкретно какую себестоимость в конце мы готовы от этого проекта получить то есть все это очень просто и на самом деле в принципе реализовать можно еще мы планируем создать Краснодарском крае Центр обеспечения профессиональной подготовки специалистов направления туризма общественного волонтерства то есть готовить будущих лидеров и создать специальный лагерь но тут нужно именно где-то этих людей искать которые согласятся именно молодежь постепенно активную и именно из евразийского движения людей собирать и между ними организовывать подобную неформальную в каком-то смысле встречу но как сказать организовать лагерь такой где каждый день будут проводиться занятия интеллектуальные и так финансирование в современных реалиях в современных условиях делать ставку возможно только на самофинансирование на народное самофинансирование и тут опять встанет вопрос что глубоко политическое внутри российское движение вдруг начнет финансироваться за счет поддержки граждан допускаем что миллиард человек услышав о проекте 500 женщин и понимая что Денису нужны деньги а это описано на проекте то есть на какие цели требуется финансирование и люди заходя на интернет портал а Владимир Владимирович говорил что интернет стирает границы и люди говорят о а нам нравится проект Дениса нам нравится проект Максима мы готовы вот ту валюту которая у нас ну свою собственность которая у нас есть мы готовы конвертировать в том или ином конвертаторе согласно того или иного действующего законодательства и поддержать ту или иную гуманистическую миссию и тут парадокс возникает внутри политическое российское движение начинает получать западное финансирование Юрий как эксперт прокомментируйте пожалуйста западное финансирование политическое движение кооператив это через кооператив а извини что перебил тебя чтобы была еще вот одноводная через какой механизм это реализуется через международную форму кооперации и люди любой страны любого государства за 300 российских рублей в конвертацию на иную любую другую валюту могут стать членом потребительского кооператива ВАИР всероссийское общество изобретателей и рационализаторов математическое ядро есть логистика есть 1С есть есть весь документ оборуд юридическое сопровождение все есть таким образом граждане любой страны официально становятся резидентом российской структуры но российская структура артель занимается в том числе и политическими вопросами и происходит переплетение зарубежного финансового потока который глобально поддерживает идеологическую некую идею из которой выстроилось народное строительство самостийное это следующий механизм как попасть на стол к первому лицу то есть реализовав это бумага а вас ляжет на стол первому лицу то что и у нас для этого все есть чтобы это сделать дорогие друзья большое спасибо что приняли участие кто еще хочет какие-то слова сказать Денис я на самом деле подготовил целый список проектов вот я сейчас кратко зачитаю что Центр обеспечения профессиональной подготовки специалистов в направлении туризма общественного волонтерства то есть организовать туристический каучбаз для специалистов по туризму обучать их там на месте на экран вывести можешь чтобы это осталось в записи чтобы зрители видели нет у меня нет технической возможности я с телефона сейчас общаюсь Максим ты можешь вывести как это сделать я могу в чате только разместить демонстрировать экран и вывести сообщение ну и открыть сообщение ну если у тебя на ватсап открыт в компьютере вот список в чате теперь есть Юлий пожалуйста прокомментируйте данные проекте данные предложения слушайте ну я вообще предлагаю то что сейчас было обзвучено Ярославом это тоже положить на бумагу потому что это действительно нестандартный код и он действительно это вот кооперация она не подпадает под ФЗА в иностранном агенте потому что здесь действительно идет как бы копирайт со всех сторон и он как бы обходит даже некоторые нормативные акты то есть законодательство поэтому это действительно тоже нужно как просто механизм ты готов стать членом копирайт призываю тебя принять решение и если ты решишь тебе приедет лично Вадим Подсевалов ты с ним познакомишься это человек который разрабатывал эту всю систему он отвечает за все юридические вопросы и в принципе твой уровень проникновения в средства массовой информации достаточен для того чтобы я его попросил чтобы он лично к тебе приехал в любое удобное для тебя время ну когда тебе будет комфортно и место чтобы у вас была возможность попить чай ну там в кафе пообщаться побеседовать и потом если ты поймешь и примешь решение вступить в кооператив это интересный для тебя будет опыт такой и как и для юриста правоведа писателя публициста и преподавателя так что после эфира подумаем мы спишемся вот Вадим Подсевалов может потом посмотреть в сети ну и я соединить вас даже познакомлю предварительно он с тобой свяжется добро хорошо ну и что как эксперт значит не попадает под иноагента поэтому становится уникальным инструментом взаимодействия да 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 потому что здесь речь идет о как бы ну имеется ввиду то же самое как Донат Алиас примерно такая же ситуация для ютуб каналов просто иностранные агенты и ФЗ об иностранных агентах для физических юридических лиц действует значит для юридических лиц действует только в отношении некоммерческих организаций которые имеют юридические лица и которые берут например гранты и по ним идет отдельная грантовая история это постановка на учет налогов это различного фонда социального обязательного страхования а для физических лиц статус иностранного агента чтобы ты понимал подпадают именно под тех лиц которые занимаясь политической деятельностью подпадали под норму уголовной ответственности за экстремизм. Вот. В этом и вся суть этих законов. Вопрос. Юрий, вам видно сообщение в чате, которое я разместил с списком проектов? Сейчас. В чате это в каком? В WhatsApp или где? В Zoom. Сейчас мне нужно просто чат открыть. Да, видно. Вот можете прокомментировать вот это кратко хотя бы по каждому из описанных проектов? Центр обеспечения и профессиональной подготовки специалистов в направлении туризма и общественного волонтерства. Это да, я думаю, для МОС-волонтера это было бы очень интересно. Организация туристической каучбаси, это примерно то же самое, как первое. Это комментарии. Вначале я их просто не смог как тебе объяснить, технически нет возможности выделить. Там идет описание, это краткое описание дальше идет после каждой строчки. То есть первая строчка идет название проекта, дальше краткое описание. Просто оно в таком виде. Я понял, я понял. Так, Центр обмена информацией для некоммерческих организаций состоит такие центры в каждом году для консультата совместных действий НКО до информационной точки зрения. Ну, в принципе, да, такое отсутствие у нас единого информационного портала. Да, ну, помимо Душевной Москвы, ну, в Душевной Москве у нас там очень мало просмотров для координации НКО. Кстати, это... Кстати, это бы... Кстати, эту идею очень хорошо нашим этим каоркингом подкинуть, нашу этой Савченко 30-го числа. Я, кстати, буду там на круглом столе. Казачьи информационные войска, ну, в этом я алис, полный алис. То есть я в этой системе не разбираюсь, потому что я не эксперт по казачьим информационным войскам, создать новую медийную структуру, введение информационной войны, помощи ФСБ, СФР. Ну, это... Это лучше говорить с экспертом, который работает в селовых структурах. Технопарк Академгородок, Академгородок, это для тех людей, которые вот связаны с работой с технопарками, а не более тоже. Это, в принципе, вот этими владеет. Инкубатор НКО, да, тема моя. Подобно так, так как существует бизнес-инкубатор, мы хотим создать в городах НКО-инкубатор социальные сети нового поколения, создать социальные сети нового поколения. Организация образовательных функций. То же самое к коворкингу, если брать Москву, это Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы. В принципе, идея достаточно живая, ее в свое время пытались наши коллеги сделать в регионе. Сейчас я вспомню этот специфический регион. Ну, где-то Республика Коми, вот они пытались подобную идею делать через Федеральный народный совет, но у них что-то не прокатило. Вот, в принципе, идея тоже действительно жива. В принципе, кроме казачьих информационных войск и технопарков, в которых я не разбираюсь, это не моя экспертная сфера, вот остальные пункты, в принципе, да, могут быть реализованы. Тогда мы их, как у вас появится в свободное время, дополнительно все это обсудим по телефону и там уже начнем взаимодействие, будем искать финансирование и, в общем-то, нам нужно найти как можно больше этих проектов. Денис, что значит вы будете искать финансирование? Зачем заниматься самообманом? Где вы его будете искать? Ну, ты мне объясни, вот где вы будете искать финансирование? Мы будем получить гранты от государства. Как? Мы хотим получить гранты от государства. Возможно, президентские гранты. Объясняю. Юра, наверное, стесняется, а я тебе объясню. Олег... Ой, вершинкин, Олег забыл уже. Созвал проект, в котором описан алгоритм. Вы хотите что-то? Вы хотите получить финансирование? А что у вас для этого есть? У вас описан проект, ссылку на сайт нету, а там есть ответы на такие вот там семь пунктов. А дальше у вас есть цель, миссия, там расписано вот это сроки. Ну, псевдо-бизнес-план, это не совсем бизнес-план, это описательный просто... Дорожная карта, короче. Ну, да, допустим, это дорожная карта, да, а этого нету, а это надо заполнить, соответственно, это нужно получить этот навык, вас надо научить заполнять документы для получения грантов. Да. А я вам говорю о том, что, дорогие друзья, это может быть обманкой, потому что прежде, чем идти за грантом, вот я иду к Владимиру Владимировичу за грантом, почему? Потому что, если происходит встреча моя с Владимиром Владимировичем, значит, за эти 15 лет ему настолько плеш уже пробили этой глобальной волной, что глобальная волна накатила, и факт встречи говорит, о чем ты будешь говорить с Владимиром Владимировичем. Вот ты с ним встретился, ну, фантазируй, вот встретился ты с ним, что ты будешь с ним говорить? Я говорю, там уже говорить ничего не надо, дорогие друзья. Если факт встречи произошел, значит, он все понял. Это всего лишь уже протокольная съемка. Доказывать уже ничего не надо. Поэтому финансирование возможно только, если мы сможем, привнося наши активы, еще раз говорю, принцип партельности, кооперации, это мы вкладываем все, что у нас есть, все, что можем ради общего дела. А вкладываем мы свой труд, свои компетенции, свои навыки, свою репутацию, свои контакты. Это все огромное множество активов, которые многие недооценивают, думают, что им нужны только деньги. Вот ты когда говоришь, нам нужны деньги, деньги на доработку портала, да и не нужны деньги на доработку портала, вам портал нужен. Это вот можно решить методом вот такой артельной кооперации, но если вдруг возникнут резонансы, что люди, познакомившись лично с тобой, и мы записываем вот этот сюжет, выложим его на глобальной волне, там люди, ну, пока не миллионы, но большое количество единомышленников, как раз целевой группы, кто занимается и программированием, и думает о тех вопросах, которые мы обсуждаем, и с удовольствием предложит свои процессы взаимодействия. А Юрий со своей стороны видится, что ознакомившись с кооперативным движением и став лично участником потребительского общества, сможет честно, смело, правдиво вещать о том, что происходит в его жизни, как он, юрист, видит эту структуру, потому что Вадим Пасевалов расскажет огромное количество нюансов, позволяющие проводить колоссальные суммы по этой схеме, и кажется, что это, да как это возможно, а вот так вот, расходят деньги туда-сюда, через границу, туда-сюда, и что, а вот так вот, и не криптография, нет, все официально, все законно, потребительское общество, обмен по яме, никакого криминала. Юрий вот понимает, о чем я веду речь, это очень приятно, это очень приятно, потому что мало экспертов, которые оценивают вот эту норму законодательства, которая существует у нас в России, о чем Вадим Потевалов, как девятый в своей области, Вадим Потевалов в своей области стучит в глотку и говорит, вы же хотите это создать, вы хотите этот блокчейн провести, это вот можно реализовать вот на этой платформе, именно потребительского общества, и уже все для этого разработано, говорить вам нужен портал, уже все ядра есть, расскажите, о чем хотите, что там, какая архитектура сайта, ну а программисты говорят, дайте ТЗ, может быть, все это уже давно написано, а Юрина участие какое, это он становится, он участником, он значит становится носителем, получил информ, не хочется говорить вирус, как заменить слово вирус, что ты не инфицировался нашей информацией, привился нашей информацией, нет, какое же русское слово-то будет, которое сможет объяснить этот вопрос? Проникся. 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 Благодарю, братья. Ну что, если мы завершаем эфир, то, Юрий, если сможешь, сделаешь завершающее слово, и мы тогда выложим потом все на канал. На два канала. Да, я помню, что... Не, не, не только на мой канал, предлагается к максимальному распространению, предлагается... Ну да, я помню, что в 2017 году, когда я вот участвовал в закрытой встрече в президентском гранд-отеле, там говорил, ну там, профессор Агеев, то есть там вот эта повестка у нас была, формирование финансовой среды Евразийского экономического союза, и когда там действительно вот от одного гостя прозвучало предложение о создании подобного рода блокчейнов и кооперативов, на самом деле, мне эта идея, она изначально понравилась, но там единственное, они коллеги старшие слали на то, что там надо как-то это законодательно регулировать, надо как-то больше практик, конечно, приятно услышать, что есть у нас люди в стране, которые, в принципе, эту идею очень хорошо сейчас двигают, то есть они имеют теоретические наработки, они, в принципе, практически могут предлагать организациям, конечно, для подзарпок, для развития технологий, будет интересно, с этой технологией познакомиться, это первый момент. Ну и второй момент, в принципе, сегодняшнюю встречу предлагаю вообще обозвать ее информационно как моделирование образа будущего, к чему мы идем, к чему мы стремимся, что мы вообще, собственно, хотим, общаясь с государством, общаясь с первым, например, выходить, допустим, на того же самого первого лица, какая конкретика, ну и в-третьих, конечно, самое главное, это консолидация, поэтому, в принципе, в рамках обозначения как бы новой научной парадигмы евразийского вектора развития, в принципе, мы с вами сходимся во мнении, что нужны нестандартные креативные идеи для того, чтобы не зависеть от того же самого сырья, от которого сейчас зависит практически полмира, да и сама экономика Российской Федерации, нужно предлагать какую-то альтернативную повестку модели развития будущего, то я, в принципе, с этим согласен, только не надо брать европейский опыт, потому что, как показывает их практика, вот этих вот, когда они поставили ветряные мельницы, да, для формирования альтернативной энергетики, она, эта система не очень так хорошо работает, поэтому сейчас и идет энергетический кризис внутри Европейского экономического союза, нам нужно что-то совершенно другое, нам нужно какая-то, ну, вообще нужно... Планетарный проект, скажи, пожалуйста, вот это тут проект 500 женщин, которые, это интернет, стирающий границы, вот как Путин сказал, что интернет стирает границы, это вот мне видится, что это проект, который, потому что, если это увлечет женщин по планете, считай, это 50% электоральной аудитории увлек, а женщины без мужчин не существует, женщина проклюет мозг мужчине, если вдруг что-то будет не по ее, поэтому это 100% попадание, если удастся сконцентрировать и здесь запулить, и вот как раз кульминационный момент в завершении сюжета, вот исторический момент, старшие товарищи твои, которые посмотрят сюжет, будет ли это поддержано, согласовано с первым лицом, понимаешь, да, потому что это цивилизационный переворот, то есть сделать проект 500 женщин с цивилизационным рывком элементарно, как? Да очень просто, встреча с Путиным, мы пишем письмо жене Синдзимпина, опираясь на встречу с Владимиром Владимировичем, история в Индию прослана, ну и далее по списку привлечем креаторов, просто чтобы время не затягивать, то есть можно ли сделать такой проект? Да элементарно, вопрос только политической воли, на этом вот от чего это зависит? Политической воли от того, как сюжет будет распространяться. Большое спасибо всем участникам, Денис, Максим, если вы имеете желание сообщить что-то в завершении, пожалуйста. Да, пожалуйста, потому что мы уже высказались на 300%. Я запомню это тем, что я хотел бы проводить такие встречи регулярно, и вот те проекты, насчет которых вы сказали, что да, вот мои проекты, отдельно потом обсудить их по телефону, чтобы как-то уже вместе начать их двигать, именно, не просто даже обсуждение, а именно реально начать взаимодействовать. И кооперативный проект, чтобы начать развивать уже не только на салах, но и реально на деле. Это вопрос, какие документы для этого нужно подготовить, то есть нужно вместе составить список документов, которые помогут нам это все, то есть сейчас кооператив оформить, оформить НКОшки, которые нам необходимы. И после этого... Очень прекрасно, что произошла запись, потому что можно будет переслушать, можно будет сделать стенограмму. Очень много интересного было озвучено, и этим как раз очень интересно поделиться со зрителями, потому что процессы будут развиваться в случае возникновения резонанса или невозникновения резонанса, история угаснет. И, соответственно, Юрий будет активно гореть. То есть почитает комментарии, увидит, то есть аудитория горит этой темой, наблюдает за Юрием Самонкиным. Тут Юрий Самонкин, конечно, расправит крылья и проявит себя, как орел. Ну а если аудитория там начнет клевать, куда пошел, какой эфир, да ты что, эфир кефир, ну и так далее. Все побоишься, как общественность обсудить. Поэтому надо посоветовать со старшими товарищами, что там наверху, куда ветер дует, какие эфирные технологии. Либо, как учили в спецвойсках, мне рассказывал Сан Саныч Кондрашов, командира учили принимать решения в условиях полной неопределенности. Когда 100% окружение, ты не знаешь, что делать. И ты где-то приседаешь на корточке и входишь в определенные состояния. И там какие-то мантры действий, еще что-то. И вдруг в твоей голове озарение, ты открываешь глаза, говоришь, рота за мной пеком, и ломишься туда, куда у тебя тело. Потому что логически ты не можешь продумать. В условиях полной неопределенности. Вот, говорит, были такие технологии. Кажется, фантастика. Но подразумевая модельные представления об эфире, что все есть некая среда, то получается, ты можешь прочувствовать взаимодействие всей среды, выявить что-то, проанализировать и понять, где тебе безопаснее как-то пройти там и так далее. То есть это... И среди нас вот эти вот единомышленники все это позволяют. Поэтому участие, дорогие друзья. Большое спасибо, что вы принимаете участие. Распространяйте. Юрий, вы распространяйте. Посмотрим, какая будет динамика у наших знакомых, коллег, соратников. Насколько тема волнует людей вообще, в принципе. До новых встреч. Я бы, знаете, хотел добавить то, что надо как-то нам почаще собираться, озвучивать идеи и формировать какую-то, как бы такую общую стратегию, что ли, развития. То есть объединяться, кооперироваться в различных там, ну, как бы сказать, юридических таких... Мы должны создавать компьютерную среду. Мы не можем объединяться вот в чаты, в четвером, в десятером и соберем. И для этого нам нужна социальная сеть нового поколения, о которой я говорю, как раз прописал этот проект. То есть создать социальную сеть нового поколения с портфолио сотрудников НКО и МАТИА. Презентация. Нужна презентация. Нужно озвучить. Вот Олег Вяткин. Вот фамилия вылетела из головы. Олег Вяткин. Делал презентацию самому аж девятого. И все равно не достучался. Не те слова использовал. Ну, в общем, а программист. Я вот и говорю о том, что необходимо идейно понять, как это будет, и описать целую концепцию, кооперацию. И уже с готовым решением прийти к президенту. Сказать там, условно так, что это не один-два человека. То есть, допустим, десять человек, но мы создали или, ну, допустим, как бы, ну, как сказать, совместная такая вот продукт, такой, скажем, который решает определенные там задачи. Ну что, друзья, я думаю, что это может быть эпохальные вот эти вот записи. Юрий Самонкин не простой человек, не совсем простой человек, я бы даже сказал бы, не постеснялся бы. Вот. А люди, которые, его учителя, ведь есть вещи секретные, их желательно не говорить. А есть вещи не секретные, которые, ну, прослеживаются. Мы все когда-то родились, были маленькими, учились. Соответственно, у Юрия Самонкина есть хорошие учителя. Юрий Самонкин непростой. И учителя, о-о-о-о, тоже далеко не простые, дорогие. Это тоже один из инструментов попасть на стол к первому лицу. И участие Юрия Самонкина. Его, он же согласовывал, с кем он будет, ну, не согласовывал. Вот, он наш главный преподаватель, видите, советник, бывший советник президента. Да, да, да. Встречались, беседовали. Но не была возможность полно раскрыть тему, поэтому были не поняты и были отвергнуты. Юрий, благодарю тебя за участие. Максим, Денис, только от вашего личного вот участия. Наши участие, как вот пример зрителям, что мы выделяем время из своей жизни для того, чтобы сконцентрироваться на беседах, слышать друг друга, взаимодействовать. Может быть, первично, может быть, коряво или еще что-то. Но это записано, это будет потом оцифровано, пересмотрено, поделится. И большое вам спасибо за этот творческий эксперимент под названием «Жизнь». Благодарю вас. Спасибо. Все, я тогда отключаюсь? Да, завершаем трансляцию. Да, спасибо, дорогие друзья. Счастливо. Юрий, я тебе контакты скину тогда, Вадима Патилова. Да, хорошо, обязательно. Конференцию международной общественной партии «Свобода» объявляю открытой. Сегодняшняя тема конференции «Как это все будет осуществляться, воплощаться в жизнь?» Эту тему у нас просила осветить Ольга Лисицына, музыкант. Поэтому пока мы не собрались на большую конференцию, которая будет длиться несколько часов, я сегодня зачитаю манифесты, по каждому абзацу буду говорить, как именно это будет осуществляться. Но буду читать не по порядку, а буду читать по отдельным фрагментам. Итак, «Партия Свобода» это не просто отдельная организация, это сеть, объединяющая организации. Это новая система финансирования творческих, благотворительных, научных и экологических проектов. Это платформа для объединения организаций общественных и некоммерческих, а также иных общественных сил преследующих целей устойчивого развития в истинном понимании. Она содержит революцию мировоззрения. У нее могут входить люди различной партийной религиозной национальной принадлежности, которых объединяют общечеловеческие ценности. Как это будет осуществляться? Мы будем связывать людей в сеть, создавая сетевую иерархическую научную структуру, многоуровневую иерархию. При этом человек сможет легко иметь социальные лифты в этой иерархии в зависимости от того, чему, какие способности, таланты он имеет, где он хочет конкретно жить и взаимодействовать. То есть полная свобода. Но свобода не означает вседозволенность. Свободу мы понимаем как русским, казачьим стиле. Потому что испокон веков свобода, как и воля, была главной ценностью казаков. А казаки это наша опора. Причем не только в России, но и за рубежом. Поэтому партия международная. Она создается не для выборов в Госдуму и не для того, чтобы заседать в парламенте. Хотя определенные члены могут становиться кандидатами. Но не от партии, а от свободы, а от другой партии. Потому что как раз люди разных партийных структур, которые не являются экстремистскими, могут входить в нашу партию. Потому что это партия, которая создана для разрешения накопившейся международных проблем. Потому что всем известно, что многие международные ресурсы контролируются США и другими западными государствами. И находится сейчас все в таком положении, что бесполезно пытаться существующим как бы строя, особенно если это говорить о Евросоюзе и США, добиваться, чтобы позиция России была главной. Для этого нужно создавать свои межнациональные структуры. Такой структурой является партия Свобода, но для ее регистрации необходимо будет нести поправки закона в НКО. Потому что МОП Международная общественная партия такого понятия раньше не существовало. Когда существовал при коммунистах Коминтерн и Интернационал, но эти структуры были единственной попыткой создания международной партии такого масштаба. Но еще такими партиями является террористическим сообществом, типа Талибана. Но естественно, что мы как раз против терроризма и за антитеррор. Но это отдельная тема, когда заговорим о манифесте. Дальше. партия строится и развивается как глобальная транснациональная сетевая некоммерческая корпорация нового типа. Потому что раньше такой организации не было. Были по отдельным элементам похожие организации, но это новый проект, который просто выводит нас на новый виток. Итак, партия строится и развивается как глобальная транснациональная сетевая некоммерческая корпорация нового типа. Некоммерческая корпорация новое понятие совершенно вводим. которая, являясь общественным объединением, объединяет в себе кооперацию некоммерческих организаций и плановый корпоративный менеджмент. Вот момент. И то, и другое. На руку корпоративного менеджмента переводится в некоммерческие организации, которые, создавая между собой сеть взаимосвязей, могут более эффективно друг с другом взаимодействовать, согласовывать свои действия так, чтобы волонтеры разных организаций могли участвовать в самых разных проектах. То есть гибкость. Повышаем гибкость и создаем базу данных у волонтеров. Для этого будет создан Центр обмена информацией некоммерческих организаций. О нем несколько попозже. Итак, преследуя при этом некоммерческие цели, исходя из космосферной сетевой идеологии, помогает на местах устраивать экологичную, общественно-полезную, инновационную, природосообразную, сетевую экономику. Но, естественно, это будет в соответствии с бизнесменами, в соответствии с компаниями разными, кооперативами, некоммерческими фондами. На местах будет создаваться секретариат. И там будет в подробностях относительно каждого города создаваться индивидуальная целевая программа по развитию новой некоммерческой экономики, где главными субъектами являются не коммерческие, организации, а именно некоммерческие. Таким образом произойдет смена парадигмы, экономическая парадигма. Получится новый экономический строй, который главное место занимает некоммерческие структуры. И бизнес ведут некоммерческие структуры. Об этом поговорим тоже несколько попозже. Итак, помогая налаживать инфраструктуру. А, вот. Помогая в местах выстраивать экологичную, общественно-полезную, инновационную, природосообразную сетевую экономику, организую в своих ответвлениях множество разных глобальных и региональных проектов. Это зонтичные структуры. Помогая налаживать инфраструктуру обмена экономической взаимопомощи, но при этом является волонтерской некоммерческой организацией, целью которой является налаживание связей между разными слоями творческой активной части общества. То есть преодоление разрозненности. И объединение творческой, общественно-активной части населения планеты вокруг творческих, экологических, научных и благотворительных проектов. Распределение финансовой помощи творческим людям, информационная поддержка творческих, благотворительных, научных и экологических проектов. Итак, мы рассчитываем на гранты, которые будут получать отдельные фонды, стоящие в саму организацию. И дальше это будет все распределяться. Будет создана идеальная логистика, которая позволит распределять по реально талантливым людям эти деньги. И будут созданы максимальные условия для того, чтобы талантливые люди максимально могли свой талант реализовать и ходить на нелюбимую какую-то работу ради получения денег. При этом мы уважаем труд и ценим труд, но слово «работа» происходит от слова «рабство». Поэтому, несмотря на то, что в русском языке оно имеет слишком широкое значение, и уже люди, которые никак нельзя назвать «рабами», используют слово «работа», говоря о себе. Но тем не менее, мы должны понимать корни слов, и лингвистика является одной из приоритетных направлений. Еще раз извиняюсь за косноязычие. Я в свое время занимался с логопедом, но необходимо все-таки подкачать этот навык. Поэтому конференции не будет. Я буду заниматься в ближайшее время, писать программу партии по каждому моменту. Потому что люди спрашивают, запрашивают уже, и им важна программа, а они хотят ее читать. Мы ее, естественно, издадим и экранизируем. То есть издадим ролики по программе. Социальные рекламы. Итак, мы сторонники оздоровления науки и внедрения экологичных новых технологий. Мы сторонники социально здоровых традиционных общественных ценностей. В то же время прогресса, реформы нового развития человечества. То есть в отношении техники, науки мы за прогресс, максимальный прогресс. А в отношении традиционных семейных ценностей мы занимаем консервативную позицию. Хотя ее трудно назвать консервативным, потому что мы тоже за новизну. Поэтому оно вроде как консервативное, но будет по-новому все открываться. Потому что творчество изменит социальную парадигму. А теперь я кратко расскажу, потом возвращаемся к манифесту, кратко расскажу о том, какие будут типы проектов, фондов нашей организации. Первое. Будут собраны разные группы населения, которые требуются разной помощи. И мы будем оказывать им через наших фондах социальные услуги. И объединять НКО, которые уже существуют, и создавая новое под это. То есть помощь каждому. Свобода каждого, кто захочет в этом участвовать. Потому что это реально освободит людей от многих жизненных проблем. Естественно, мы будем активно сотрудничать с чиновниками и местными властями в любом государстве. Прежде всего в России, где будет базироваться партия. В каждой целевой аудитории мы будем продвигать наши проекты. И помощь по этим проектам. В каждом проекте будет реализовываться возможность, чтобы люди приходили, творили, что-то делали. Либо им помогали, этим людям каким-то образом. Потому что мы даже не только о людях будем заботиться. Мы будем создавать периоды для кошек, собак и так далее. То есть о животных, об экологии. Направление организации ходячих партий может быть любым, кроме запрещенных. Которые будут запрещены по объективным причинам. Как террористические, экстремистские и так далее. Размеры финансовой и спонсорской помощи. Ходящие партий, группам людей, фондам, экопоселениям, научно-техническим, продюсерским центрам, организаторам фестивалей, общественных акций, мероприятий. Будут зависеть от количества привлеченных ими людей, построенных ими социальных связей. И построенные ими в партийной сети. А также общественной важности данных проектов. Их охватом, аштабность необходимых затрат и количеством собственных следств. В одном городе может быть множество фондов офисов. Один офис может иметь несколько филиалов. Каждый фонд может иметь свою специфику взаимодействия с остальными. Будучи, по сути, автономным ответвлением одной единой сетевой организации. Проводя ее глобальную и региональную идеологию по оздоровлению общества, развитию науки, культуры, сохранению традиционных общественных ценностей. Но я издуя ее в соответствии с индивидуальным творческим замыслом, индивидуальным поиском человека, возглавившего данный фонд в рамках организации, как ее автономное творческое ответвление. То есть это сетевая эротическая структура. Которая проявляет себя как множество структур зонтичного типа. Как такие виноградные грозди. Вот виноград тоже сетевое растение. Особый символ, о котором нужно отдельно говорить на лекциях по семиотике. Как это будет осуществляться? Будут выявляться все фонды и организации, которые готовы к кооперации. И будут создаваться новые целевые проекты под конкретно творческих людей, которые будут найдены. Будем собирать людей, объединять их в одну сеть. И создадим социальную сеть нового поколения, где будут портфолио каждого волонтера. И будут осуществляться проекты не только в виртуальной реальности, но и в жизни будем этих людей объединять и собирать. То есть социальная сеть нового поколения, которая будет, произойдет с существующими социальной сети. Потому что она станет местом, где смогут обучаться и взаимодействовать люди. В отличие от замены социальных сетей, где слишком много информационного мусора. Дальше. Есть указы президента разных стран. Первый, что президента Российской Федерации. Мы будем изучать эти программы и готовить под них наши проекты. Синхронизируя свою деятельность, проекты в разреже выбранных показателей по указам президента Российской Федерации и других президентов. Союзных нам стран. И дальше взаимодействовать, используя эти средства для обращения наших идей. Мы будем, прежде всего, собирать изобретателей, творческих людей. А творчество – это очень широкое понятие. Каждый может творить что-то, лишь бы он захотел. И каждому есть свое место. Каждому по способности. Каждому по потребности. Дальше. Мы, изучая каждую местность, будем создавать индивидуальный план его развития и сотрудничать с чиновниками данных мест. Для того, чтобы они… То есть, давать советы. Наша цель – это давать советы. Создавать такие стратегические программы, которые по-любому возьмут и используют. Наша цель – таким образом влиять. И влиять психоистолически. Через семантическое психоистолическое управление. Поэтому мы не идем в Госдуму. Потому что настоящая власть – это не столько возможность голосовать за законопроекты, сколько управлять через информацию. Через то, что создается как общественная социальная парадигма. Как всегда меняются условия, когда все, жизнь меняется. И создается закон уже под новые условия. То есть, первичное изменение условий. Мы и будем менять эти самые условия. То есть, наша власть в другом, к которой мы стремимся. И объединяя, мы сможем собрать максимально огромное количество пассионарных людей в разных странах. На этом я завершаю сегодняшнюю конференцию, потому что мне поступил важный звонок, на который мне нужно ответить в любом случае. Более подробно все это будет в октябре, уже в следующей конференции. Потому что буду сейчас писать устав нашей партии, готовить ее к регистрации, обсуждать с различными людьми разные технические вопросы. И буду готовить программу нашей партии, которую дальше будем подробно обсуждать по каждому моменту. То есть, по каждому главе будет отдельная конференция. На этом я завершаю сегодняшнюю конференцию. Точнее, завершаю свое выступление, но прошу задать вопросы, на которые я отвечу. Тогда завершаю саму конференцию. И прошу подождать тех, кто ждет нашей конференции. Конференции будут в обязательном порядке. Но сейчас важнее написать программу партии. Согласовать ее с различными людьми, которые будут ходить в ее центральный комитет. Теми, кто уже входит, и теми, кто будет ходить. Итак, всем удачи!